Всем привет! С вами Видеошопер. Сегодня у нас еще один Meizu. Этот смартфон не флагман, а бюджетник с неплохими характеристиками. Что в нем интересного, да и вообще какой он, смотрим в обзоре. По традиции комплект. В коробке со смартфоном поставляется зарядный блок, USB кабель и скрепка для извлечения лотка. Все, больше ничего, хотя постойте, есть бумажулина, но в ней мне не разобраться. В общем, все скромно, без допов. Напомню, при покупке M3 в нашем магазине вы получите множество приятных бонусов. Ну а если смартфон не понравится в течение 14 дней, то верните его нам обратно без экспертиз и ожидания. Подробности на видеошопер.ру. Теперь посмотрим на смартфон поближе. Дизайн M3 не сильно отличается от других устройств компании и, конечно же, в целом сохранил свой внешний вид. Смартфон получил пластиковый корпус, а торцы устройства имеют скругленные края. Размеры устройства для 5-дюймового аппарата стандартные. Трешка получилась не широкая и в ладони сидит как летая. Конечно, из-за того, что тыльная сторона глянцевая, смартфон немного поскальзывает в ладони. В остальном он удобен. Одной рукой с ним справиться будет не проблема. Да и внешний вид не подкачал и аппаратик получился таким же стильненьким. Нет претензий к сборке. Все сделано качественно и без малейшего подозрения на косяк. Из органов управления в целом все на своих местах. На лицевой стороне вверху разместился разговорный динамик, фронтальная камера, датчики и индикатор событий. В нижней части без изменений, как и в предыдущих моделях, производитель предпочел одну механическую кнопку, которая отвечает сразу за несколько действий. Прикосновение к ней возвращает пользователя на предыдущий экран, аналогично клавиши назад. Нажатие на механическую кнопку аналогично клавиши домой, а долгое нажатие блокирует смартфон. По мне это очень удобно, не нужно искать лишние клавиши и сенсоры, а тем более, если они еще и без подсветки. Кстати, тут ее тоже нет, а очень жаль. Конечно, со временем привыкаешь и чувствуешь аппарат настолько, что с закрытыми глазами легко можно справляться, но все же, если бы она имелась, то было бы куда приятнее. Посмотрим на тыльную сторону. Тут видим глазок основной камеры, а под ним светодиодная вспышка. Лоток для карты памяти и сим находится на левой боковине. Сам лоток вмещает в себя две симки, но и тут не обошлось без спаренного слота. Либо мы ставим карту памяти и одну сим, либо две сим, но остаемся без памяти. Правый бок вместил на себе только кнопку включения и качельку громкости. Одинокий разъем под наушники находится на верхней грани, а на нижней динамик и USB. В Meizu M3 используется экран, диагональ которого составляет 5 дюймов с HD разрешением. Ну что сказать, несмотря на не самое большое разрешение, экран смартфона определенно радует. Также смотрим на его цену и понимаем, если сюда влепить что-то более серьезное, ценник полетит как ракета на орбиту. Так что этим дисплеем я полностью остался доволен. У него хорошая яркость и углы обзора, а в дополнение в настройках еще можно изменить цветовую температуру на свой вкус. Также отлично со своей задачей справляется авторегулировка яркости, работает быстро, нужные значения подбираются точно. В общем, замечаний к нему нет. Для бюджетника такого экрана будет более чем достаточно для приятной комфортной работы. Устройство работает на MediaTek MT6750. Это 64-битный чип, состоящий из 8 ядер Cortex-A53, сгруппированных в два кластера по 4. Тактовая частота каждого до полутора гигагерц. Оперативной памяти 3 гигабайта, собственной 32. В качестве графического ускорителя выступает Mali-T860. Как уже говорил, есть возможность установки карты памяти. В быстродействии смартфон хорош. Для повседневных задач его хватит. Работает устройство четко, плавно и быстро. А вот с играми не так все гладко, как хотелось бы увидеть в бюджетном аппарате. Сразу скажу, что в некоторых играх не стоит надеяться на максимальные настройки графики. Но со средними игрушками аппарат справляется хорошо и серьезных проблем не возникает. По сути, перед нами хорошее устройство за адекватные деньги, которое способно отлично работать и хорошо справляться с поставленными задачами. Что же касается батареи. Тут ее емкость 2870 мАч. Для смартфона такого типа, я считаю, это очень хороший емкий аккумулятор, который способен проработать полноценный день без проблем. А то и два. Конечно, все сводится к использованию. И все управляют смартфоном по-разному. Но еще раз повторюсь, в среднем режиме на полный день с утра до вечера телефон доживает. Дополнительно в настройках есть возможность выбора режима и оптимизации устройства за счет подстройки под ваш тип управления. Давайте перейдем к камерам и посмотрим на способности фото и видео. Основной модуль на 13 мегапикселей со вспышкой и светосилой f2.2. Видео основная камера пишет в Full HD. Для съемки автопортретов стоит матрица на 5 мегапикселей, которая оснащена четырехлинзовой широкоугольной оптикой с диафрагмой f2.0 и также пишет видео в Full HD. Ожидать чудо от основной камеры не стоит. Снимки получаются очень неплохие, но не идеальные. Фронталка также не впечатляет. Физио запечатлеть вполне сгодится, а по скайпу и подавно прокатит на алле. В общем, камеры устройства не идеал и терпимые. Меню камеры без наворотов. Все простенько и без излишек. Есть режимы авто, ручной, портрет, панорама, замедленная съемка. Помимо этого имеются фильтры, таймер и режим HDR. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...